Тогда перейдем к вопросу газеты Яровок. В 2019 году министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Заграбом-Нацаканеном заявил в Ереване, что текст меморандума между Арменией и Россией по биологическим лабораториям завершен, и сейчас документ проходит межведомственное соглашение на каждой стороне. Лавров отметил, что в ближайшее время договор будет подписан. На какой стадии находится он сейчас? Наверное, автор вопроса, может быть, помнит, да, было заявление на этот счет представителя официального МИД Армении, что вопрос находится на межведомственном согласовании, но сейчас все это приостановлено в связи с эпидемиологической ситуацией. Что касается российской стороны, то, конечно, мы рассчитываем на скорейшее завершение переговоров и согласование с нашими армянскими партнерами этого меморандума. Мы уверены, что подписание меморандума, выполнение его благотворно скажется на санитарно-эпидемиологическом благополучии России, Армении, да и всего постсоветского пространства. Долгое время рассматривается вопрос открытия альтернативной дороги в Эркому Ласу. Есть ли подвижки? То же самое предназначение прошло, когда господин газеты «Голос Армении», обсуждается ли в ходе встречи на высшем уровне вопросы обеспечения максимальной эффективности инфраструктно-логистической безопасности Армении и преодоления инфраструктурного разрыва между Арменией ключевым членами ЕС? Тогда ожидать конкретных решений. Ну, тема транспортного сообщения, конечно, она является темой, которая постоянно присутствует в нашем двустороннем диалоге. Я знаю, что и ситуация на Верхнем Ларсе, и на уровне руководства правительства обсуждалась и принимались конкретные решения, что касается разрешения каких-то проблемных ситуаций. Но что касается альтернативной дороги, то здесь, в общем-то, вопрос, который зависит не только от России. Мы знаем, что есть вариант маршрута через Южную Осетию, но здесь это вопрос очень чувствительный, непростой, связанный в том числе и с позицией грузинской стороны. То есть, насколько я знаю, обсуждения этого вопроса идут, в том числе в плане реализации соглашения 2011 года между Россией и Грузией по оформлению таможенному грузопотоков. Но, в общем, пока, насколько мне известно, вопрос такого значимого продвижения нет, поскольку вопрос достаточно чувствительный для грузинской стороны. Там есть это все завязанное, мы сами понимаем, на ряд непростых вопросов. Но это в повестке дня, и мы, естественно, работаем над этим. Кроме того, естественно, и не уходят из повестки дня, и, скажем так, возможности использования, и паромной переправы. То есть, весь комплекс вопросов, он находится как бы в поле зрения, и это действительно предмет нашей заботы общей.